Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на подборку телевизоров, которые будут актуальны весной 2023 года. Это мой субъективный топ, а ваш пишите в комментариях именно те модели, которые вы считаете актуальными в 2023 году. Таким образом составим наш с вами общий. Ну и это никакой не обзор моделей, это именно подборка, которая актуальна, по моему мнению, вот прямо здесь и сейчас. Ну и конечно за интересными модельками мы отправимся с вами на Яндекс.Маркет и заодно цену тоже будем там смотреть. Ссылки на все модели телевизоров я оставлю в описании к этому видео и вы сможете узнать актуальную цену именно тогда, когда вы смотрите это видео. Даже если через пару-тройку месяцев спустя, а да хоть через год, цену актуальную можно узнать будет по ссылке. Видео показывать не буду, цена постоянно меняется, так что это дело неблагодарное, да и для вас будет весьма неактуально. И это еще не все. На Яндекс.Маркете есть другая крутая фишка, про которую многие вообще не знают. А это очень крутой лайфхак, между прочим. Оплата со сплитом. Работает все максимально просто. Давайте покажу на своем примере для того, чтобы вам сразу было все понятно. Я хочу купить вот такой телевизор на кухню. И могу, выбрав сплит, он доступен как на странице товара, так и в корзине перед оплатой, разбить платеж на 4 части. Первый платеж нужно оплатить сразу, а остальные в установленные даты через каждые 2 недели. Вам не нужны никакие дополнительные анкеты, документы, регистрации. Ну а выгода тут очевидна и понятна. Никаких комиссий и переплат. Просто покупаешь товар сейчас, а далее доплачиваешь остаток частями. То есть сразу начал пользоваться товаром, что согласитесь, круто. Очень удобно и полезно. Я лично данный товар сплетанул, что и рекомендую вам сделать. Тем более это работает не только с телевизорами, а совершенно разными категориями товаров. Вы сможете выбрать именно то, что нужно именно вам в тот момент времени. Ну и конечно оплачивать частями и таким образом избежать дополнительной финансовой нагрузки. Первым телевизором у нас будет LG OLED 65C24. И вы знаете, именно эта моделька достаточно любопытна и популярна вот прямо здесь и сейчас. Причем я честно скажу, что рассматриваю ее на замену своему уже старенькому LG OLED 55B8. Потому как именно набор технологий и возможностей здесь в полной мере отражает все современные тренды. И все, что нужно, здесь есть даже с лихвой. Тем более всякие там Dolby Vision и повышенная яркость тоже завезли. У меня честно говоря Dolby Vision тоже есть. Но показатель яркости ниже примерно на 35%. Что значительно, я думаю, будет сказываться на итоговом качестве изображения. Да и не только. И уплавнялки, и процессоры, вот эти все вещи спустя 5 лет, конечно, тоже уже устаревают. Здесь же все намного-намного интереснее. Ну и понятное дело, что даже по звуку, в принципе, тоже все прокачано. Опять-таки, возвращаясь к своему B8, могу сказать, что Dolby Atmos объемный звук действительно ощущается. Панорама где-то метра полтора-два от телевизора. И в принципе, случай с 55-дюймовым телевизором вполне себе неплохой показатель. Но здесь будет все, опять-таки, значительно лучше и прокачано. И вот эти самые объемные вещи, если еще и дополнить саундбаром, заиграют совершенно новыми красками. В общем, если вы искали для себя относительно недешевое, но все-таки действительно крутое решение, которое будет служить вам 5-6-7 лет и в итоге оставаться весьма актуальным по технологиям, обязательно обратите на него самое пристальное внимание. Потому что, покупая телевизор в 2018 году, сейчас, в принципе, я не страдаю. Я получаю все ту же самую качественную картинку, все те же самые технологии, без некоторых дополнительных вещей. И поэтому можно сказать, что это чисто моя хотелка. По факту, меня телевизор прямо здесь, сейчас, совершенно никакой необходимости нет. Вот в этом и есть смысл покупать действительно, ну, такой уже премиальный, хоть и начальный премиальный сегмент телевизоров. Их хватает по технологиям гораздо на дольше промежуток времени. И радуют они вас, естественно, активнее и дольше на протяжении всех этих лет. Xiaomi Mi TV P1. Вот здесь мы уже спускаемся к сегменту попроще. И именно этот телевизор, наверное, подойдет всем, кто особо не притязателен к картинке. То есть он не хочет получить прям максимум из возможного, но при этом готов потратить относительно такой средний бюджет. Ну, до 50 тысяч рублей. И это, на самом деле, очень крутой показатель с точки зрения всех абсолютно моментов. И вообще мнение по данному телевизору в интернете расходится. И вы мне не раз писали, что, мол, плохой телевизор. И при этом 50% вас писало, что шикарный телевизор купил довольно невероятно. Это лучшая, на самом деле, реклама для данной модели. Так как позволяет понять, что, да, не всем заходит. Кто-то хочет большего, но не готов платить и в итоге расстраивается. А кто-то получает даже больше, чем он рассчитывал. И это вдвойне радует. Поэтому не забывайте, что соотношение цена-качество это намного более важный показатель. И именно у этой модели он тоже весьма и весьма неплох. Ну и, наверное, плюс P1, то, что его можно посмотреть в огромном количестве розничных сетей. И таким образом понять, нравится вам картинка, либо не нравится. TCL 55C635. Это у нас уже старший сегмент. Мы обычно пишки рекомендуем в видео, потому что они более утилитарные и более интересные по цене. Однако C-модель вы не раз рекомендовали мне в комментариях. И, следовательно, ну не могу я уже это дело игнорировать. Их достаточно много сейчас продается. Это действительно крайне интересная моделька. И матрица здесь используется QLED. Это даже в названии, в общем-то, выделяется. Я специально вначале опустил. Но по факту QLED, да, матрица от Samsung стоит внутри. Опять-таки, Android TV, сейчас это называется Google TV, сертифицированное со всеми моментами, будет у вас установлен внутри. А ПК-шки устанавливаются без проблем. Можно катить дополнительный магазинчик какой-нибудь тип той. И в целом наслаждаться по полной программе всеми возможностями современного ТВ. От смарт-ТВ до действительно крутых технологий внутри. Ну и QLED это плюс, конечно, от того, что у вас будет позонная подсветка, гораздо более градированная, чем это представлено на младших P-моделях. И таким образом у вас черный будет гораздо более черным. Да, не такой, как на OLED, но и денег вы платите не как за OLED. А, следовательно, получаете действительно среднесегментный телевизор с огромным количеством приятных, позитивных и очень крутых возможностей. Так что, от меня искренние рекомендации, смотрите внимательно его перед покупкой в магазине. Ну, чтобы не остаться, опять-таки, неудел и сразу понимать, что вы покупаете. Тем более, их действительно найти не оставляет большого труда, чтобы ознакомиться предварительно. Ну, а на маркете купите уже со сплитом, да еще и по выгодной цене. Гораздо более выгодной, чем ее продают в врачных сетях. Hisense 55U7HQ. Этот телевизор мы не раз с вами смотрели. На самом деле, даже на канале рассматривали огромное количество Hisense. И Hisense, ну, наверное, один из тех брендов, которые позволяют себе устанавливать действительно качественные матрицы в свои телевизоры. И в этом плане можно сколько угодно говорить, но именно начиная с 55 дюйма, большая часть моделей, кроме совсем бюджетных, это действительно очень неплохой выбор для нас с вами. Да, здесь относительно простенькая операционная система, которая называется VidaOS. То есть, там нет такого невероятного количества возможностей, но все, что необходимо, имеет. В плане приложений тоже есть некие ограничения, но никто нам не запрещает использовать дополнительную внешнюю приставку. Главное, что изображение, качество, возможности, настройки, апскейлинг и, конечно же, плавняшки все, мы получаем по полной программе именно здесь. И таким образом у нас на выходе все более чем круто. И важно тоже заметить именно с 55 модели. Так уж повелось, что у Hisense все, что ниже 55, это несколько более ущемленные версии. И таким образом где-то можно недосчитаться у плавняшку, где-то можно получить гораздо худший апскейлинг. Я согласен, не особо хороший подход, но с другой стороны, начиная с 55 и в 65 дюйме, мы получаем огонь телевизора со всеми крутыми технологиями в плане изображения. От 4К, HDR, Dolby Vision и все остальное. Зависит от модели, но конкретно здесь получаем HDR10 в полный рост. Серия телевизоров Samsung UE, а тем более модель в нашем случае 7002, это действительно интересный такой взвешенный, сбалансированный телевизор за средние деньги. На самом деле, здесь я постарался собрать все телевизоры, которые я считаю действительно интересными, в рамках своего кода определенного ценового диапазона. Все телевизоры разной цены, именно для того, чтобы вы могли подобрать для себя максимально интересные. От самого бюджетного до, конечно же, самого дорогого. LG в начале, это я просто поделился и своим мнением, и одновременно своими хотелками на ближайшее время. Ну, а именно конкретно возвращаясь к Samsung, мы здесь получаем очень крутую QLED-матрицу. Tizen OS мне в целом нравится, потому что легко взаимодействует как с Samsung, так и с теми же iPhone и Android. В этом плане получаем максимум. Конечно же, все приложения будут прекрасно работать, но важнее то, что у нас здесь очень хороший показатель пиковой яркости. У нас действительно очень крутой HDR, и параллельно с этим мы еще и получаем неплохие всякие там уплавнялки, вот эти все вещи. Samsung действительно умеет делать крутые телевизоры, но не за совсем дешево. Бюджетные модельки там так себе, а конкретно если мы берем за среднюю цену, либо уже ближе к топу, то получаем очень и очень крутое решение. До OLED, понятное дело, все еще далеко, но при всем при этом, конкретно этот телевизор я могу вам смело рекомендовать, я уверен, вы от картинки кайфаниваете. Знаю, что OLED-телевизоры не все любят, но хотят себе топовое решение. И как раз серия XR от Sony с технологией 3Luminos будет вам в помощь. Это как раз та технология, которая позволяет получить наиболее контрастное качественное изображение, но при этом без использования технологии OLED при изготовлении дисплея. Однако, здесь никто не экономил на всех остальных вещах. Это один из самых высоких на рынке показателей по пиковой яркости, по контрастности, именно по динамичной контрастности в том числе. Ну и, конечно, показатель черного здесь совершенно заоблачный. Ну и параллельно с этим по зонной подсветочке вот эти все вещи и фирменной технологии Sony, которая добавляет яркости, качественности именно цвету, их фирменный апскейлинг здесь будет тоже в полный рост. И таким образом телевизор относительно других моделей получается очень и очень интересным. Это действительно крутая качественная картинка, которой хватит на долгие годы вперед. И параллельно с этим абсолютно все технологии, какие вы только захотите, тоже будут здесь. Это модель 2021 года, это стоит упомянуть. Но при всем при этом, даже 120 Гц HDMI 2.1 здесь завезли. А значит, актуальность на месте. Да и все технологии, которые появились за последние два года, они, в общем-то, есть в этом телевизоре в том числе. Просто сейчас он стал несколько более доступным. Хотя, предварительно был таким флагманским прямо решением. На этом у меня все. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал там, где смотрите. И нажимайте на колокольчик два раза, если смотрите видео на YouTube. И, конечно, переходите по ссылке в описании не только для того, чтобы чекнуть цену, но и в наш телеграм-канал. Там много интересного контента, эксклюзивные скидки, бонусы и предложения, которые доступны только вам. Такое маленькое закрытое сообщество специально для нас с вами. Хотя нас там уже не так и мало. Ну и, конечно, переходите смотреть шоу автомобильных, где мы рассматриваем автомобили как самые настоящие ганжеты. Так что, let's go! По ссылочке в описании в наш телегу. Тоже подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok